Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня я снимаю совсем необычное видео. Это видео будет мотивирующим, вдохновляющим. Видео об истории успеха моей подруги, которая сейчас проживает в США. И история ее, знаете, она не всегда была такой сказочной и красивой. И я хочу показать вам на ее примере, что нельзя опускать руки никогда. Нужно всегда четко идти к своей цели. И такие примеры, они меня действительно вдохновляют, мотивируют безумно. И я хочу, чтобы это произошло и с вами. Юля приехала в Америку, имея в кармане всего 600 долларов. Да, сами посудите, что такое 600 долларов в Америке. Это, конечно, очень мало. Но несмотря на это, Юля сумела добиться ого-го, каких высот. Сейчас у нее дом за миллион долларов. И Юля имеет собственную компанию в Америке. Поэтому, если вам интересна ее история успеха, то поехали вместе со мной. Ну что, Юлечка, покажешь нам свой дом? Немножко покажу. Пойдем. Женя, проходи сразу. Как ты поняла, когда ты заходишь, ты заходишь в кухню и зал. Мы сами тут ремонт делали. То есть ты до этого, когда у меня была в гостях, ты заметила, что тебе очень нравится, что все красиво. Но на самом деле мы все сделали сами. То есть я считаю, что это просто мы выбрали такой стиль, который тебе тоже понравился. А на самом деле тут все было по-другому до этого. Да? Интересно, как? Тут было настолько по-другому, я тебе покажу фотографии, ты даже не узнаешь. Мы кухню полностью растрепали, и вот это что осталось от кухни? То есть мы вот эти потолки все снимали, открывали кухню, потому что раньше потолок опускался вниз. Видите, окна были маленькие. И вот это тоже мы открывали, оно было закрытое раньше. То есть такой тут был очень большой ремонт. У Юли потрясающий вид на залив, и только что, буквально вот только что я видела, как плескаются дельфины. На самом деле дельфины. И для меня это был шок, потому что по моему менталитету дельфины только в океанариуме. Тут настолько хорошие воды, настолько красиво, что тут дельфины постоянно прыгают. Я обычно завтракаю, но сейчас уже стало жарко. Душно даже больше. Да, даже душно, даже утром. Ну что, Юлия, я хочу поздравить тебя с таким прекрасным домом, он на самом деле великолепный. Я считаю, что это американская мечта никак, и она сбылась. Каждый гражданин Америки мечтает о доме в Америке, собственно, ну как я поняла. А почему именно о доме? Вот у нас мечтают в наших странах хотя бы о квартире, а здесь в Америке мечтают именно о доме. Ну я считаю, что не только, не обязательно нужно начинать с дома. А я считаю, что начало любой финансовой свободы лежит в недвижимости, именно во владении собственной недвижимости. То есть, когда я начала процесс именно осваивания себя в Америке, я купила первую, у меня была квартира в 2011 году. Чтобы это была моя недвижимость, принадлежала мне, и чтобы мне больше не надо было платить рент. Это была моя мечта в Америке. Это фотография, первый день моего в Америке. Мы только приехали и приземлились, и поехали сразу в Манхэттен с моей подружкой. Видимо, в то время джинсовые костюмы были в моде. Я помню, было так холодно, что мы не знали, что в мае может быть так холодно где-то. Ну вот это была моя первая работа. Я приезжала первый раз только на лето, и мы работали в компании Dunkin' Donuts. То есть, булочки продавали, там пончики и всё такое. Это я, вот это моя подружка. Вот это очень, мне кажется, смешная фотография. Доллары. Потому что это мои первые доллары, которые я заработала в Dunkin' Donuts. И я считаю, сколько я заработала. И нам дали вот эти вот монетки. И мы ещё тогда не понимали, какая монетка, что обозначает. То есть, мы толком не могли посчитать, сколько мы заработали. Но я пыталась. Юль, у меня идея. Раз уж мы заговорили о работе, давай сейчас переоденемся и отправимся к тебе в офис. Ты нам всё покажешь и расскажешь, чем же ты там занимаешься. Я работаю как финансовый консультант в штате Флорида. И сейчас расскажу, что входит в сферу моих услуг. Ну, во-первых, моя цель – это сохранить и приумножить денежные средства клиента. Обычно я встречаюсь с клиентом, вот как мы с тобой сейчас встречаемся. И мы обсуждаем клиента финансовое состояние, его средства, его цели в жизни, в общем. И в зависимости от этого мы подходим к индивидуальному подходу, что ему сделать, чтобы добиться этих целей. Иногда мы приходим к выводу, что ему лучше всего вкладывать деньги в ценные бумаги, в акции. А иногда мы приходим к выводу, что клиенту выгоднее всего покупать какие-то объекты недвижимости, сдавать, получать с этого рент, тем самым создавать пассивный доход. Иногда в беседе с клиентом мы приходим к выводу, что ему также нужна страховка на жизнь или на какие-то другие случаи жизни, как, допустим, человек теряет работу, не может выплатить ипотеку. То есть ситуации существуют разные, и для всех ситуаций существует страховка, с чем я тоже могу помочь. Очень часто я помогаю людям купить дом в первый раз. Я честно скажу, что мне очень нравятся такие транзакции, так как для клиентов это такой эмоциональный процесс, они покупают дом в первый раз, и мне предостаётся возможность их не только найти им дом, но также и обучить, как процесс проходит в Америке, покупки дома, получение ипотеки. И я всегда стараюсь представить эту информацию не так уж сложно, чтобы у людей было хорошее впечатление о покупке дома. И вот одна из причин, почему мне очень нравится моя работа, что не только я могу помогать людям с финансовыми делами, но и также встречаю часто новых, интересных людей, с которыми иногда становлюсь друзьями. Вот, допустим, с тобой, ты мне вначале позвонила как потенциальный клиент по делу, а потом мы подружились. Часто, кстати, меня спрашивают, где я с тобой познакомилась, как я с тобой нашла. Это было совершенно случайно. Я просто вбила в поиски в Google, как купить недвижимость на русском языке во Флориде. Я вышла. И вышла Юлина страница, это было вообще очень здорово. Нас сама судьба, можно сказать, свела, поэтому это круто, конечно. Да, и когда Женя сказала, что она тоже с Казахстана, а ты и я оттуда раньше там раньше жила, думаю, ну всё, землячка, нужно встретиться, помочь. И, наверное, это ещё одна из причин, почему мы подружились, что в Америке встретились с Казахстаном. Я так понимаю, что ты можешь помочь мне, например, взять ипотеку здесь, в Америке, в плане проконсультировать, что мне нужно для этого, как иностранке, да, к приезжей. Когда люди покупают дом, очень часто, конечно, получают ипотеку, с чем я тоже могу помочь, не только гражданам Америки, но и иностранцам, в чём я, в принципе, как бы специализируюсь, потому что я понимаю все эти нюансы получения грин-карты, получения визы. И есть разные программы получения ипотеки для иностранцев, то есть в зависимости, находишься ли ты на туристической визе, в зависимости, находишься ты в своей стране, или уже тут в процессе существуют разные программы. То есть обычно я обсуждаю, какая у тебя точная ситуация, и подбираю ту программу, в которой тебе подходят, чтобы получить ипотеку. Я слышала, что можно, не находясь в Америке, инвестировать деньги, получается, здесь в недвижимость. То есть я могу находиться в России, либо в Казахстане, где-нибудь в странах СНГ, либо в любой точке мира, и просто купить здесь недвижимость уже наличными, кэшем, благодаря вам вы поможете в этом вопросе, и вы можете потом издавать в аренду эту недвижимость, мне не нужно приезжать сюда, ничего, в принципе, делать. Совершенно верно. И мы очень многим инвесторам помогли, помогаем купить недвижимость дистанционно. То есть мы обсуждаем с человеком, с клиентом, сколько они хотят вложить, какой процент они хотят получать с недвижимости, и в зависимости от этих моментов мы подбираем на недвижимость, то есть мы присылаем все цифры, в какую стоимость стоит эта недвижимость, за сколько мы можем сдать в рент, какие будут растраты, то есть всю эту информацию мы предоставляем, естественно, фотографии, видео, мы проводим инспекцию, нанимаем профессионального инспектора, то есть когда человек покупает дистанционно, он точно знает, что он покупает, не только когда дело подходит к цифрам, но и какой объект, с чего сделан, то есть все это известно человеку, и он не должен находиться тут, да, совершенно верно, то есть всю транзакцию может оформить компания, называется тут title agency, то есть определенная компания, куда деньги переводятся, там все оформляется, то есть человек все подписывает по интернету, и он становится владельцем дистанционно, не находясь тут, да. Я, во-первых, удивилась, что у тебя такой большой офис, я на самом деле думала, у тебя несколько комнат, и все, но когда я вошла, я увидела эти просторы, людей, и, честно, была удивлена, значит, я так поняла, у тебя работает здесь команда, тебе помогают, расскажи немного про это. У нас много клиентов, поэтому помощники нам нужны, помимо помощников у меня есть бизнес-партнер по недвижимости, Леонид, который мне помогает с недвижимостью, и у нас мы сформировали команду людей, которые нам помогают, но, естественно, я являюсь первым лицом, а всегда обсуждаю, встречаюсь с клиентом, это или я, или Леонид, а помощники и команда у нас существует, которая помогает нам с бумажной работой, со звонками, с инспекциями, ну, то есть с такими делами, у нас есть несколько человек, которые нам помогают, чтобы помочь всем клиентам. Наша компания существует на протяжении практически четырех лет, когда мы уже вместе начали работать на себя, но как я дошла до сюда, у меня целая история, которую я тебе расскажу. В общем, история моя началась в Америке тринадцать лет назад, когда я сюда переехала. Это был 2008 год. Когда я сюда переехала, мне нужно было основаться, то есть я начинала с того, что мне нужно было получить водительские права, купить машину, выучить английский, легализоваться, получить образование и все остальное. И я всегда мечтала открыть свою компанию и уже напрямую помогать иностранным клиентам. Но я всегда знала и понимала, что мне нужно не только хорошее образование, но и также пройти хорошую подготовку в больших и самых лучших корпоративных бизнесах Америки. В 2008 году я сразу же, в принципе, когда переехала в Америку, я пошла в университет, поступила в университет в Южной Флориде, закончила его по финансам через три года. И одновременно я пошла работать в Банков Америка. Это очень большой банк. Я работала персональным банкиром на протяжении трех лет и подготавливала себя к открытию компании. После окончания университета мне пришло еще лучшее предложение на работу, именно заниматься с финансовыми ценными бумагами компании, которая называется Raymond James. Те, кто живет в Америке, особенно в Флориде, все знают эту компанию. Там я уже работала напрямую с ценными бумагами, набиралась опыта в финансах. И не только опыта, но также я получила разные сертификаты и лицензии. Уже после работы этой я почувствовала, что я была готова открыть свою компанию и что я уже была готова помочь клиентам самым лучшим, самая лучшая подготовка и образование, через которое я прошла. Хорошо, теперь интересует такой вопрос. Почему ты начала именно недвижимость заниматься? Тут интересная история. Я помню, когда я приехала в Америку, я всегда хотела, вот как я начала тебе рассказывать в самом начале, что я хотела купить квартиру, потому что я всегда хотела владеть и не платить ренту. У меня всегда такое было понятие, что нужно, чтобы была хотя бы своя квартира. То есть я накопила денег, и в то время недвижимость упала в цене, это был 2011 год, и я купила первую квартиру. Чтобы для сравнения тебе сказать, эта квартира была построена в 50-х годах, все внутри было оригинальное, то есть мне надо было здесь делать ремонт. Но я начинала с того, что я наняла работников, которые мне поменяли полы, я помню, я сама покупала валик и красила. И на самом деле я не могла дождаться, когда мы закроемся на эту квартиру, чтобы я пришла, начала красить, ко мне подружка пришла, помогла одну комнату покрасить. Я была такая счастливая, потому что я понимала, что мне больше рент не надо будет платить. И после этого я уже загорелась таким желанием заниматься недвижимостью, потому что я поняла, что это не мой последний объект недвижимости, который я покупаю. И я хотела помогать другим людям покупать недвижимость и тем самым расти свое богатство. И потом я пошла, получила лицензию риэлтора, я взяла все возможные курсы, семинары по недвижимости, то есть подготовила себя, чтобы уже начать помочь, помогать людям. И после этого я купила несколько объектов себе и сделала десятки-десятки-десятки сделок для других клиентов. Ух ты! Молодец! Надеюсь, ты мне тоже поможешь. С удовольствием! Какой суммой ты приехала в США? Да, когда я приехала в США, у меня был чемодан вещей 600 долларов. То есть с этого мне надо было сориентироваться и понять, растянуть, чтобы как бы основаться в Америке. И вот я рассказывала тебе историю про то, что я начала работать в Банков Америка, пошла в университет, но на самом деле я всегда еще имела вторую работу в ресторане. То есть практически каждый вечер, все выходные, все праздники, Рождество, Новый год, 8 марта, все праздники я проработала в ресторане на первых пяти лет в Америке. Так как мне нужно было содержать себя, заплатить за образование и плюс сэкономить, чтобы купить квартиру. То есть первые пять лет это было минимум две работы, университет. То есть приходилось работать так, чтобы осуществить эти фундаментальные такие базы, чтобы остаться в Америке. Каким-то секретом успеха от себя? Может быть у тебя есть какие-то рекомендации, лайфхаки, что-то такое? Ну я бы сказала, если от себя, я порекомендовала, как добиться успеха. В первую очередь это, конечно, труд и целеустремленность. То есть цели никогда нельзя пренебрегать. Их всегда нужно устанавливать и всегда, чтобы они были перед тобой. То есть я приведу в пример, я каждый год, 1-2 января я сажусь, я устанавливаю себе цели на год. То есть я пишу, какие у меня цели в бизнесе, какие у меня цели в самоулучшении персональном. И то есть каждую неделю я стараюсь иногда, конечно, чаще просматривать и смотреть, если я достигаю этих целей. Потому что я считаю, что это очень важно в успехе ставить цели и добиваться их. А ты повышаешь планку по доходу каждый год? Обязательно. Каждый год я повышаю планку. И я даже не представляю, как ее не повышать. А ты считаешь, можно ли совмещать семейную жизнь и работу? То есть женщина и работа, как ты считаешь, это совместимо или нет? Очень хороший, интересный вопрос. Я считаю, что все зависит от женщины и как она воспитывалась ее семьей. Допустим, в моей ситуации моя мама всегда работала. И у нее оставалось время уделять папе и также заниматься мной. У нее друзья были, и она успевала и убираться, и готовить. То есть все успевала. И они меня всегда учили и всегда говорили, что для женщины это самое главное быть независимой. То есть у меня, наверное, это запрограммировалось, что женщине нужно быть независимой. И мне, в принципе, это подходит. Наверное, моей личности и моему характеру это подходит. Так как я не представляю себя неработающей. Я думаю, что мне было так скучно не работать. То есть мне это подходит абсолютно. Но я верю и знаю, что многим женщинам подходит что-то другое. Допустим, ухаживать за детьми, сидеть дома или заниматься какими-то хобби. То есть у каждого свое и каждая женщина делает разные вещи счастливыми. То есть такой вопрос, чем ты занимаешься помимо работы и дома? Какие у тебя увлечения и хобби? Увлечения есть, да. Конечно, я очень люблю свою работу. Она очень много занимает моего времени. Но также я люблю и для меня очень важно заниматься спортом. То есть я стараюсь 3-4 раза в неделю пойти в тренажерный зал. Хотя бы раз или два раза в неделю пойти на пробежку по пляжам. Беру каяк. То есть греблю. Встречаюсь, конечно, с друзьями. Ну и мое такое любимое хобби, которое еще пришло с детства, с карбулака. Это я играю на пианино. Каждая девушка должна стремиться вот к такому, чтобы быть независимой, красивой, иметь работу, иметь увлечение, друзей, хорошего мужчину, деньги. Собственные. Все, просто все занимает время, тяжелый труд, целеустремленность. Так деньги не упадут. Нет, тем более в Америке. Ты бы хотела иметь вот точно такой же дом, но в России или в Казахстане? И жить там? Интересный вопрос. Я думаю, что нет. Потому что я уже привыкла жить в Америке. И мне это подходит. Ну и на самом деле я не была в Казахстане или в России уже 10 лет или даже больше. То есть я уже особо не помню, как это было, но я по своей памяти, я представляю, я бы не хотела вернуться. И как ты считаешь, легко ли жить в Америке? Все же думают, что так легко здесь всем, что деньги падают действительно с небес. И можно здесь, в принципе, ничего не делать и жить в шоколаде. Как ты считаешь? Да, я тоже слышала вот такие слова, особенно от тех, которые никогда не были в Америке, не говоря уже о том, что когда-то им приходилось тут работать. Но на самом деле я скажу, что да, Америка это страна, которая наполнена разными возможностями. Но также в Америке очень высокая конкурентность, так как очень много людей переехали со всего мира сюда. Очень много талантов. И я скажу, что в Америке, чтобы достичь успеха и каких-то результатов, нужно работать и работать. То есть работать нужно много. И я бы не сказала, что тут легко приходят деньги. Работают тут, мне кажется, даже больше, чем в странах, таких как Россия и Казахстан. То есть все занимает время, все занимает тяжелого труда. После какого-то времени, конечно, вы увидите результаты, когда проживете в Америке, но это придет не сразу. То есть я всем всегда советую, если кто-то переезжает в Америку, настраиваясь на тяжелый труд и настоящую эмиграцию. Там, где вы проходите через все. То есть тяжелый труд, работа, одна, вторая, третья, образование. Ну, конечно, все зависит от того, в каком возрасте вы переехали и с какими деньгами. То есть если вы приезжаете, когда вы молодые, 600 долларов, вы начинаете с нуля и работаете очень много. Но есть другие ситуации, когда люди приезжают как инженеры с деньгами. То есть там уже, конечно, по-другому, но работать всегда надо. Женя, я тебе хочу показать свой домашний офис, так как очень часто мне приходится тут работать после пяти, так как мой рабочий день не заканчивается в пять вечера. Иногда он продолжается после пяти и продолжается также на выходных. И в этих случаях я работаю тут. Не офис, а мечта. Три компьютера. Ты работаешь на трех одновременно, да? Да, мне очень удобно, когда тут один скрин, другой скрин. То есть, да, я еще когда работала в Реймон Джеймс, мне дали два скрина. После этого я привыкла. И намного-намного, конечно, удобнее работать с двумя. Ну что, Юля, спасибо тебе за такой твой откровенный рассказ. Я думаю, многих он смотивирует и вдохновит. Не сидеть дома, а действовать. Это самый главный мотиватор. Так что я желаю тебе удачи в твоем бизнесе, в твоей жизни. Добиться еще больших успехов. Спасибо тебе за время, за интервью. Да, очень была рада. Тебе спасибо за время, что пришла, посетила меня. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok